Я Виктория Лобанова и это рубрика «Вопросы юристу». И сегодня мы разберем вопросы, касающиеся оказания юридической помощи. Как правильно выбрать юриста и не нарваться на мошенников? Есть ли какие-то документы или лицензии, которые подтверждают, что компания реальная? Юрист – это лицо, имеющее юридическое образование, высшее либо среднеспециальное. Информацию о юристе вы все-таки можете узнать и обращаться, я советую, к тем юристам, к которым уже обращались ваши знакомые. Если это юридическая фирма, информацию о ней вы можете узнать на сайте Федеральной налоговой службы, запросив в электронном виде выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. Тем самым вы можете посмотреть, что данная фирма не так называемая однодневка и осуществляет соответствующие функции, в том числе может оказывать юридическую помощь. Информацию о юристе проверить сложнее, нежели если проверить информацию об адвокате. Все-таки адвокат – это тот же юрист, но он уже точно имеет высшее юридическое образование, имеет соответствующий стаж, это не меньше двух лет, либо уже имеет стажировку в течение одного года в адвокатской палате и сдал успешно квалифицированный экзамен. Реестр действующих адвокатов можно посмотреть на сайте Министерства юстиции Российской Федерации, либо в реестре на сайте адвокатская палата соответствующего субъекта. Все-таки адвокат несет персональную ответственность как перед доверителем, так и перед всем обществом, в том числе дисциплинарную. Юридическая контора пообещала помощь, взяла деньги и не оказала услуги. Как защитить свои права. Вы можете в данном случае обратиться в Роспотребнадзор с жалобой о неоказании, либо о ненадлежащем оказании услуг юридической фирмой, для того, чтобы эту юридическую фирму проверили на соблюдение законодательства Российской Федерации и на соблюдение ваших прав. Также вы можете обратиться в суд с иском о взыскании денежных средств с этой фирмы, с требованием расторгнуть договор и вернуть уплаченные ранее вам денежные средства, потому что все-таки в данном случае возникают, я считаю, гражданские правоотношения. Вы подадите иск о защите прав потребителей и Гражданско-процессуальный кодекс предусматривает, что данный иск может быть подан как по месту вашего жительства, так и по месту заключения договора и по месту его исполнения.